Первые кадры из салона А321. На креслах видны чьи-то личные вещи. Открыты полки для ручной клади. Никаких, по крайней мере, визуально трещин фюзеляжа, что ещё раз подтверждает, насколько филигранно экипаж посадил многотонную машину с максимальным взлётным весом посреди кукурузного поля. Сегодня к российским следователям там присоединились и французские эксперты, специалисты Эрбаса, а также сотрудники французского бюро, который отвечает за расследование авиапроисшествий. Все обстоятельства становятся более понятны благодаря расшифровке диалога экипажа и диспетчера. Подлинность записи уже подтвердили в уральских авиалиниях. Разрешите погоду и условия выхода на Симферополь. Доброе утро. На вылет 12-я полоса. Видимо, 7 километров. Отдельные перелёты птиц. Разрешено согласно плану на Симферополь. Информацию принял. Полоса в работе 12-я. Всё верно. Диспетчер упоминает о перелётах птиц, но это обычная стандартная ремарка, как и перечисление других параметров. Это стабильное предупреждение ставят в известность экипажа. И даже это на магнитофон записано, когда мы слушаем метеосводку. И там есть такая фраза, что наблюдаются отдельные перелёты птиц. Экипаж запрашивает буксировку, выруливает на исполнительный старт, отрыв и уже вскоре подаётся сигнал бедствия. Один из двигателей вышел из строя. Командир Дамир Юсупов просит разрешения зайти на посадку и получает добро. Но второй двигатель тоже стремительно теряет мощность. Юсупов принимает решение сажать аэробус в поле. Следующий фрагмент записи только через 40 секунд, уже когда лайнер на земле. Экипаж выходит на связь. Просим скорую помощь и службу спасения. Ожидаем. Высота ваша. И сколько пассажиров на борту? Высота. Мы выполнили. Сели за полосой. Пассажиров 226,7 членов экипажа. Ещё раз повторите. 226,7 членов экипажа. Доложите обстановку. Все пассажиры эвакуированы. Пострадавшие жертвы, подскажите. Жертв нет, пострадавшие попозже. Экипаж докладывает координаты. Включён аварийный маяк, чтобы спасатели смогли быстрее найти самолёт. Они уже оповещены о ЧП. Диспетчер на связи с наземными службами аэропорта. Речь о том, какими силами эвакуировать пассажиров. Нам за пассажирами посылать автобус рампортовский или не нужно? Нужно, естественно, пассажиров эвакуировать чем-то. Принял. Автобус отправляем. Я правильно понял? Ещё раз. В районе дальнего привода, где рыбаки? Примерно да. Мы остаемся здесь или по местам службы разъезжаемся? Что у нас с готовностью? Ребят, вам координаты выдали. Самолёт упал за полосой. Вы что, где вы остаётесь? Выдвигайтесь туда. Качество записи хорошее. С ней уже работают специалисты. Уже известно, как будут разбирать аэробус. Сначала демонтаж двигателей и полуплоскости крыла. Затем фюзеляж приподнимут с помощью надувных понтонов. Погрузят на автотрейлер и перевезут в один из ангаров на территории Лётно-исследовательского института имени Громова. Детальный осмотр продолжится уже там. После жёсткой посадки лайнера уральских авиалиний в авиационной среде активно обсуждают вопросы орнитологии. Многие нормативы не менялись 30 лет. Одно из предложений — создать при аэропортах своего рода комитеты, куда вошли бы специалисты разных служб. Кроме того, сейчас визуальные наблюдения за появлением птиц в районе аэродрома проводят только диспетчеры службы движения. Но этого недостаточно. В чём, собственно, идея? Обязать любой персонал аэропорта, находящийся на лётном поле, быть подготовленным и своевременно передавать информацию о появлении птиц. И это позволит более оперативно реагировать на появление скоплений птиц на лётном поле. Сами герои — командир Дамиру Ясупов, второй пилот Георгий Мурзин, бортпроводники — продолжают принимать слава благодарности за спасение лайнера. Вот так в Екатеринбурге их приветствуют на центральном стадионе, куда экипаж пригласили на матч «Урал-Крылья Советов» в качестве почётных гостей. Рёв трибун заглушает слава комментатора. Пилоты и бортпроводники явно растроганы и, кажется, даже немного смущаются. Герои России Дамиру Ясупову сегодня даже попросили лично разыграть мяч перед матчем — знак особой футбольной признательности. Кроме того, уже решено. Все матчи шестого тура российской футбольной премьер-лиги будут начинаться с аплодисментов в честь экипажа уральских авиалиний. А сразу два футбольных клуба — «Московский Спартак» и «Урал» из Екатеринбурга — предоставили экипажу право бесплатно и бессрочно посещать свои домашние матчи. Аплодисменты в честь пилотов и бортпроводников раздаются по всей стране, например, в Петербурге. Эмоции переполняют и болельщиков, собравшихся на Мордове-арене в Саранске, где экипаж Дамира Ясупова также благодарят за спасение пассажиров А321. Алексей Петров, Татьяна Степова и Сергей Величкий, Кирилл Бортников. Вести.